Здравствуйте! Вас приветствует информационная служба телеканала ТДК-42. С главными событиями к этому часу познакомлю вас я, Роман Копняев, и в начале выпуска о его главных темах. Прогнозы на будущее. Кабмин Казахстана разработал три сценария развития экономики до 2025 года. Чего ожидают экономисты? На те же грабли спустя неделю после остановки ТЭЦ АО «Жайк Теплоэнерго» так и не запустила подачу горячей воды. Коммунальщики заявили, что тепловикам за долги перекрыли газ. Он сражался за Родину. В Уральске ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Минжан Амдрахманов. Фронтовик был участником Парада Победы 1945 года. А теперь об этом и многом другом более подробно. Глава Миннациэкономики Руслан Даленов на онлайн-заседании правительства сообщил, что к Абминам разработаны три сценария развития экономики Казахстана на 2021-2025 годы. Однако для бюджетного планирования предложено взять базовый сценарий. В его рамках рост экономики страны в следующем году прогнозируется на уровне 2,8%. В следующем году планируется добыть 86 миллионов тонн нефти. С поэтапным увеличением до 2025 года до 100 миллионов тонн. Несмотря на все предпринимаемые меры в экономике страны, присутствуют классические признаки знаменитой голландской болезни, отмечают экономисты. Рост ВВП приходится на сырьевую экономику. При этом существует парадоксальная ситуация, когда не наблюдается прогресса в разделении экономики. Нет опережающего роста несырьевого сектора. Частный бизнес, прежде всего МСБ, не развивается. Импортозамещение не работает. Финансовая система страны, то есть банки, фондовый рынок и страховые компании, играет все меньшую роль в развитии экономики. Что же теперь предлагают чиновники? Правительством разработаны три сценария развития экономики Казахстана на 2021-2025 годы. Однако для бюджетного планирования предложено взять базовый сценарий. В его рамках рост экономики страны в следующем году прогнозируется на уровне 2,8%. В следующем году планируется добыть 86 миллионов тонн нефти с поэтапным увеличением до 2025 года до 100 миллионов тонн. Как вы слышите, Кабмин вновь опирается на сырье и намерен просто увеличить добычу. Всемирный банк уже говорил, что если Казахстан хочет двигаться в направлении 30 развитых стран, то нужно принципиально менять экономическую модель развития страны путем осуществления кардинальных структурных реформ. Нужно сделать экономику диверсифицированной и конкурентоспособной. А пока развитию бизнеса мешает монополия государства. Дело в том, что государственной собственностью являются крупнейшие и ключевые компании страны. А где монополия, там загнивание. Это вам скажет любой экономист. По всей видимости, с целью сохранения стабильности власти решили пожертвовать серьезными реформами, что сделало в экономике Казахстана слово «стабильность» синонимом слова «застой». Боржан Шейхмед Ахмедер Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Завтра Казахстану исполняется 100 лет. Об этом шла речь на конференции, которую провела партия Акжол. Дело в том, что 26 августа 1920 года председатель СНК РСФСР Владимир Ленин подписал декрет об образовании Киргизской АССР. Именно эта республика стала той правовой и территориальной платформой, на базе которой наш народ обрел независимость и современную государственность. По словам историков, все начиналось с того, что после падения царя белые и красные начали борьбу за власть. В это смутное время и была создана партия Алаш. Это имя мифического предка казахов. Слово «Алаш» на протяжении веков было боевым кличем казахов. Первым казахским правителем являлся Алаша-хан. Объединенный им народ получил имя Алаш. Лидер партии Алихан Букихан и Владимир Ульянов были знакомы со студенческих лет. Неизвестно, о чем они говорили, оставших тет-а-тет. Но через неделю Ленин подписал декрет об образовании Киргизской АССР. Однако почему-то власти проигнорировали эту дату, отмечают Алаш и Ведой. Дело в том, что именно 26 августа 1920 года казахская республика, казахско-советская республика была основана, вернее преобразована из автономии Алаш, которая была в свою очередь объявлена, скажем так, образована 12 декабря 1917 года. Соответственно, основа, фундамент этого государства была образована больше 100 лет тому назад, в декабре 1917 года, которая в свою очередь была 26 августа 1920 года, ровно 100 лет назад, уже из автономии Алаша, казахскую советскую республику. Это наша история. Вот откуда берут корни нашего государства. Практически все деятели Алаша сформировались в аудиториях российских вузов. Российские власти полагали, что образованные русифицированные казахи будут способствовать укреплению имперских позиций в регионе. Но на деле вышло иначе. Из 15 членов Алаш-Арды, 8 являлись юристами с петербургскими и московскими дипломами, опытом работы судей и адвокатов, четверо бывшие депутаты Госдумы. Главными задачами они считали достижение двух целей. Освобождение казахского народа от колониального ига и обеспечение вхождения казахского общества в цивилизованное мировое сообщество. Предшествовала этому очень долгая упорная борьба деятелей Алаш, автономии Алаш, которая была создана в 17-м году и в том числе имела и воинские части, которые воевали и с Красной армией, затем воевали и с Белыми. В итоге признали советскую власть. И советская власть параллельно одновременно также взаимно признала их и привлекла к созданию и управлению государственными органами создавшейся Казахской автономной республики. Алихан Букихан в своем историко-справочном очерке перечислял 9 областей и одну губернию Астраханскую и ряд волостей Алтайского края, которых казахи занимали с испокон веков и где их численность преобладала над всеми другими народами. Но в 25-м году Оренбургская область вместе с одноименным административным центром, бывшим первой столицей советского Казахстана, перешла под юрисдикцию РСФСР. Город Ташкент и ряд прилегающих районов по единовластному решению Сталина были переданы Узбекской ССР. Харагалпакская автономная область до 30-го года, находившаяся в составе Казахской ССР, передали в состав Узбекской ССР. Но несмотря на все перекраивания границ Казахстана, сегодня независимый Казахстан сохранил за собой львиную часть территорий, которых отстояли отцы-основатели Республики Алаш. Боржан Шейхмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. И обязательно к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики. Данные монеты выпущены двумя номиналами. Один номинал – это 100 тенге, выполнен из сплава Низельбер. И второй номинал – это номиналом 200 тенге, выполнен из сплава Мельхиор. Данные монеты можно купить во всех филиалах Национального банка. Они продаются в кассах, в свободном доступе имеются. Доверяй, но проверяй, всего неделю назад открылись торговые объекты в Казахстане. Предприниматели, возобновившие работу, обязаны соблюдать ряд правил, иначе их снова закроют. Об этом им напомнили в правительстве. Заместитель премьер-министра решил лично обойти торговые дома и рынки, чтобы не из докладов подчиненных, а самому убедиться в том, что бизнес выполняет обещания. Для многих торговцев это стало поводом к прямому обращению в адрес чиновников. Тем более, что Яролы Тукжанов пошел туда не один. В компании с палатой «Атамикен» главным санврачом республики и предпринимателями Тукжанов обошел рынки и торговые центры. На каждом объекте он внимательно смотрел, соблюдает ли карантинные меры бизнес, какой защитой обеспечены посетители и продавцы, есть ли положенные антисептики, санитайзеры и одевают ли маски люди. Пользуясь случаем, предприниматели попросили продлить график работы. С 8 до 10 часов вечера звучала эта просьба на рынках, торговых центрах, особенно в преддверии нового учебного года, когда родители спешат закупиться всем необходимым. Днем они на работе, а вечером не успевают до закрытия, сетуют продавцы. К тому же, такую возможность обратиться напрямую они никак не могли упустить. Мы хотели бы, чтобы мы в субботу-воскресенье работали, чтобы люди могли к нам приехать, чтобы мы могли хоть поработать. На неделе людей не бывает практически, все на работе. Немного надо нам времени, немного терпения и выдержки нужны. Это все, я думаю, мы уже проходили, поэтому это не от хорошей жизни. Здоровье людей – это первая очередь. Причем зампремьера не исключает, что график передвинется, но нужно только над этим подумать, сказал Тукжанов. А чтобы победить коронавирус и больше уже не закрывать объекты, бизнесу нужно соблюдать все меры безопасности. Покупателям тоже, иначе все окажется напрасно. Об этом терпеливо пояснил Тукжанов. Только от нас самих зависит дальнейшее послабление карантина. Почему? Потому что вот эта неделя – это самое важное. У нас везде идет двух недельный контроль. Последний день. Две недели, вот эта неделя, вторая неделя – это очень важно. Мы сейчас или рост получим, или мы будем что-то реверсировать. В ряде ребенок уже идет увеличение. Репродуктивность – это как раз-таки, как он называется, опасное заражение других. Передача. Передача инфекции. В октябре ожидают вторую волну коронавируса. Закроют ли тогда объекты и что делать бизнесу в случае новых ограничений, пока неизвестно. К слову, 1 сентября президент выступит с посланием к народу, главной темой которого станет посткарантинное социально-экономическое развитие. Возможно, тогда ситуация немного прояснится. И обещанный второй этап послабления наступит. Гульнару Марова, Олег Писаренко, ТДК-42. Уральцы остались без горячей воды. Сначала ВАО «ЖЭК Теплоэнерго» заявили о плановых профилактических работах. Для этого потребовалось полностью остановить ТЭЦ и прекратить подачу горячей воды в дома горожан. Но планируемый на конец прошлой недели запуск системы так и не произошел. В городском отделе ЖКХ пассажирского транспорта и автодорог проинформировали. Тепловикам перекрыли газ за долги. И теперь Акимат ведет переговоры о возобновлении подачи голубого топлива на предприятие. В АО «ЖЭК Теплоэнерго» сообщили, что остановка ТЭЦ планировалась с 17 по 21 августа. Это время было необходимо монополистам для проведения технической диагностики, ревизии и ремонта основного и вспомогательного оборудования. Но время вышло, а подача воды не возобновилась. В СМИ уже появились сообщения, что ее не будет как минимум неделю. А уральцы, привыкшие ко всему, выразили свое видение ситуации. Профилактика с горячей водой. Там котлы, ремонт и так далее должна быть в магистрали. Ну, мы подготовили все, все оружие у нас давно. Электрический нагреватель, нагреватель есть. Пошла проблема, мы его подключили и спокойно пока живем. Обещали в течение недели дать горячую воду, а сейчас нет. Уже вторая неделя без воды народ сидит. В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог проинформировали, что ремонтные работы на ОЖАЭК Теплоэнерго практически завершены. Предприятие было готово к запуску ТЭЦ. Но газовики не стали возобновлять подачу газа на предприятия. Этот прием они уже использовали в прошлом. ЖАЭК Теплоэнерго задолжало около 900 миллионов тенге. Если сказать точнее, 400 миллионов тенге ЖАЭК Теплоэнерго должны ввезлиться, а 150 миллионов – это юридические лица в лице бизнес-убъекта и организации. Остальные 350 миллионов – это деньги, которые накопились в прошлых годах, которые ЖАЭК Теплоэнерго задолжало КАЗ Аймаху. С нашей стороны в данный момент ведутся переговоры с КАЗ Аймахом по этой проблеме. Стоит отметить, что практически все поставщики коммунальных услуг сейчас задолжали друг другу. Сейчас они заявляют об убытках и просят поднять тариф. Без помощи государства предприятия едва сводят концы с концами. Поэтому ситуация требует принятия кардинальных мер. Роман Копняев, Айбла Джигепар, Александр Грабарев, ТДК-42. 50 выпускников стали обладателями образовательных грантов Акима Западно-Казахстанской области. Об этом сообщили в Управлении образования. Здесь отметили, что после обучения со студентами будет подписан трехсторонний договор. И специалисты поют работать в сельскую местность. Именно здесь ощущается дефицит кадров. В этом году в связи с пандемией коронавируса в области не хватало врачей. Поэтому большинство грантов направлено на обучение медицинским специальностям. 37 выпускников стали студентами Западно-Казахстанского государственного медицинского университета имени Успанова. Еще девять молодых людей стали студентами ЗКГУ имени Утимисова. Четверо выбрали университет исламской культуры Нур-Мубарак. В Уральске сотрудники школ совместно со спонсорами продолжают оказывать помощь нуждающимся ученикам. Совместно собранные деньги идут на приобретение канцелярских товаров и других школьных принадлежностей. В числе тех, кто помогают нуждающимся представители первой среднеобразовательной школы. В первой среднеобразовательной школе Уральска насчитали 165 учеников, нуждающихся в помощи. Дети проживают более чем в 80 семьях. Все они относятся к социально уязвимым своям населения. Поэтому им оказывается поддержка. Учителя, представители среднеобразовательных школ совместно со спонсорами приобретают необходимые школьные принадлежности. С данным моментом мы помогаем детям, безмаловеспеченным, многодетным семьям 165 детей. Мы дали семьям нуждающим спортивную форму, спортивную форму мы дали, и еще канцтовары. Ну то сколько там? С кем стоимость этого такого набора? Набору это примерно 20 тысяч. Ержигит Хайрашев – многодетный отец. Совсем недавно его супруга скончалась от тяжелой болезни, и теперь мужчина вынужден один воспитывать семерых детей. Старший сын учится в восьмом классе, младшей дочери всего несколько месяцев. Отец Ержигит работает дворником в перинатальном центре. Обойтись без помощи в такой ситуации просто невозможно. Я сейчас в школу пока в школу и буду. Детям буду пазывать пока. Время без содержания, 20 дней работы. Дети у вас ходят в школу или они все-таки дома будут? В школе ходить будут, в школе ходить будут. В всей школе ходить будут. Старшему ходят в восьмом школу, второй сын в четвертом классе ходят, а третий сын в первом классе ходят. Два доченька на втором классе ходят. Каждый год помогает. За все спасибо школу. Сотрудники первой школы отмечают, количество семей, нуждающихся в помощи, растет. На это во многом влияет и создавшаяся ситуация с пандемией и карантинными мерами. Марина Корбук, Руан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42. Почти полгода пенсионерка Лидия Фалина с дочкой и двумя внуками скитается по друзьям, родственникам и съемным квартирам. В ее доме, который находится буквально в 100 метрах от городского парка культуры и отдыха, жить опасно. В начале года в стену дома врезался автомобиль и повредил стену, и как следствие обвисла крыша. Малейшая тряска даже от проезжающих машин может привести к тому, что потолок и стены могут упасть. Виновный в ДТП до сих пор не возместил ущерб пенсионерке. Средств на капитальный ремонт у семьи нет. 7 января текущего года Лидия Филипповна пережила двойной удар, один из них в прямом смысле. В тот день скончался ее супруг, а уже ночью в стену дома на большой скорости въехал автомобиль. В суде было установлено, что владелец авто передал право управления машиной 16-летней девушке, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Его адвокат уверял, что несовершеннолетняя сама села за руль без разрешения. Несмотря на это, суд признал гражданина Арсланова виновным и обязал выплатить чуть больше 2 миллионов тенге потерпевшей. С марта месяца денег Лидия Филипповна не видела. Я ничего не могу от него добиться. Все исполнительные суды волокитят дело, не могу. Я тоже уже устала бегать. Кому обращаться, я уже не знаю. Где мне жить? С января месяца 20-го. Я вообще дома не живу, потому что здесь невозможно находиться. Отопление от тяжести. Стены у меня течет. Отопление. Как мне топиться было? Я с двумя малолетними дитями, с 6 и 14 лет, и дочерью должна скитаться, просить людей, пустите меня. Взяла я кредит. И что я его весь потратила кредит? В региональной палате частных судебных исполнителей говорят, для того, чтобы взыскать такую сумму, потребуется время. Вернуть сразу, видимо, 2 миллиона, просто у судовоспоминателей, который работал до этого, моментально не получилось. Почему? Потому что у него просто этих денег нет на счетах. И для того, чтобы их взыскать, это нужно определенное время. То есть, если у него есть это недвижимое имущество, его нужно оценить, значит, потом обратиться в суд, чтобы суд нам разрешил его реализовать. И только после этого, как бы, возможно было бы вернуть эти деньги. В этом доме Лидия Филипповна прожила 65 лет и уезжать не хочет. Взыскать назначенный судом штраф не получается. Пенсионерка уже не верит в справедливость. По закону, как известно, срок исполнения исполнительного листа составляет 4 месяца. Как и на что жить все это время, женщина не знает. Олег Великий, Манарбекушалиев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. 17-летний алматинец путешествует по Казахстану на велосипеде. С родного города Сейфулат-Лекулы выехал 2 июля. За это время он уже побывал в городах Усть-Каменогорск, Павладар, Экибастуз, Караганда, Нурсултан, Петропавловск, Костанай, Актубе. И доехал до Уральска, где оценил всю красоту одного из старинных городов страны. В день Сейфула проезжает около 150 километров. Весь его проделанный путь составил уже 4,5 тысячи километров. Останавливается там, где придется. Юный путешественник раскладывает палатку, в которой отдыхает. К слову сказать, родные молодого парня не против такого вояжа. Мне нравится путешествовать. Люди в городах очень гостеприимные. Никаких трудностей пока не возникало. Только в некоторых городах были закрыты магазины из-за карантина. Не мог купить воды. Но люди помогали. Обращался к ним за помощью. Моя цель – объехать весь Казахстан. Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Минжан Абдрахманов. Фронтовик, участник Парада Победы 1945 года. На войну он попал с 17-летним мальчишкой. 9 мая Минжан Абдрахманов встретил в Москве. Но на родину он вернулся только в 1950 году. Свою жизнь Минжан Абдрахманов связал со служением родине и ее народу. Уроженец поселка Джамбита ушел на войну с 17-летним мальчишкой. Воевал на Карельском фронте, освобождал Прибалтику от фашистов. После войны служил на границе с Китаем. В мирное время работал в органах внутренних дел. Затем стал зоотехником и председателем сельсовета. У ветерана очень большая и дружная семья. 10 детей, 20 внуков и 29 правнуков. За безупречную службу был награжден знаком отличник милиции. После выхода на пенсию Минжан Абдулович продолжал оставаться в строю. Он обучал молодых и делился своим богатым профессиональным опытом. Его двери всегда были открыты для коллег. Мы всегда им гордились. Он был для нас примером для подражания. 9 мая этого года ветеран отметил 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на возраст, он пришел к Вечному огню и поклонился всем тем, кто погиб, сражаясь за Родину. Все, кто знал Минжана Абдрахманов, запомнят его жизнелюбивым и полным энергией. Мы победили. Это прежде всего. Это сплощенность советского народа. Это руководство нашей партии и правительства того времени. Сейчас там много искажений. Это все щепушья. Это самая тяжелая, ожесточенная война в течение 5 лет почти. Жилищно-строительный кооператив «Паттерхаус» поможет приобрести недвижимость и транспорт. И все это на самых выгодных условиях. «Паттерхаус» работает на рынке недвижимости полтора года. За это время около 70 человек стали обладателями недвижимости. 52-летняя Лизат Бекалиева говорит, что всегда мечтала о собственном жилье. С помощью жилищно-строительного кооператива она приобрела 4-комнатный частный дом в поселке Зачиганск. Женщина внесла 50% от требуемой суммы и остальные деньги будет выплачивать поэтапно. «Спасибо кооперативу «Паттерхаус» за работу. С самого начала меня консультировали опытные специалисты, настоящие профессионалы своего дела. Сейчас моя мечта стала реальностью – я буду жить в собственном доме». На рынке недвижимости кооператив «Паттерхаус» не так давно, но уже успел стать востребованным среди тех, кто мечтает о собственном жилье. Такую популярность кооператив имеет благодаря открытой работе. Все честно, условия самые привлекательные. Даже ваша кредитная история не помешает вам приобрести желаемую недвижимость или автомобиль. На сегодняшний день у нас есть очень выгодные три программы – это 20%, 50% и беспорядочный из нас. Кто хочет приобрести свое жилье, приглашаем всех в наш офис. «Алмазово-71» всех ждем на консультацию. Специалисты кооператива предложат вам самые выгодные условия. На этом наш выпуск подошел к концу. Я напоминаю вам, что новости ТДК-42 доступны и в интернете по адресу tdk42.kz. Всего вам самого доброго. Берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!